Всем привет! Сегодня я кратко расскажу про GVT токены и зачем они нужны. Один из самых частых способов авторизации с помощью сессий. В этом способе используются куки, и сама сессия хранится в базе на сервере. В случае GVT токенов, сервер выдает токен, которым пользователь может проходить авторизацию, добавляя его в заголовок своих запросов. Сервер не хранит токен, а только проверяет его на валидность. Рассмотрим картинку. На ней первым действием происходит авторизация пользователя в приложении. Дальше по цифре 2 сервер создает GVT токен, и третьим действием он возвращает его в браузер клиента. Далее по цифре 4 мы видим, что клиент отправляет GVT токен вместе с каждым запросом в заголовке авторизации. По цифре 5 сервер проверяет GVT токен на подлинность, и если все хорошо, то по цифре 6 сервер возвращает успешный ответ. Стоит сказать, что время жизни основного токена, аксесс токен, достаточно мало, оно может быть 10 минут или около того. При авторизации сервер выдает нам также и рефреш токен. С помощью рефреш токена можно обновить всю пару токенов, и аксесс токен снова станет валидным. Делать рефреш токенов стоит, когда время жизни аксесс токена подходит к концу, или если пользователь закрыл вкладку с приложением и вернулся туда заново, и рефреш токен еще актуальный, им по нему можно обновить аксесс токен. Вот так выглядит GVT токен, он состоит из трех частей. Они разделены точкой. Первую и вторую часть можно расшифровать буквально в браузере с помощью функции ATOP и увидеть, что в них написано. По этому токены называются GVT, что основные его части — это JSON-объекты. В первом JSON-объекте написан алгоритм, с помощью которого происходит шифрование. Он написан в поле ALK. Во второй части, которую мы можем расшифровать, основная полезная информация, которая не является секретной. Там обычно написано время выпуска токена, время его жизни, когда он истечет, имя пользователя и еще какую-нибудь информацию мы можем зашифровать. В третьей части находится подпись токена, которая проверяет сервер на подлинность. Спасибо за просмотр. В следующих видео я запишу, как работать с GVT токенами в React-приложении.